Депрессия в общей медицине является краеугольным камнем не только в тематике сегодняшней нашей конференции, но и в медицине в целом. Считается на данный момент, что депрессивный синдром, он относится к системным состояниям, вовлекающим весь организм в целом, как мы сегодня видели в том числе и из доклада профессора Татьяны Павловны Клюшник. Немаловажным также являются вопросы касательно того, кто должен лечить депрессии в общей медицине. Но давайте представим себе наихудший вариант того, что мы сейчас пока еще имеем. Депрессия в общей медицине представляется как ящик Пандоры, который для врача это некий такой конгломерат проблем, когда врач, будучи не очень осведомленным в клинике депрессивных состояний, либо если назначают препарат антидепрессивного круга, то скорее спешит завершить эту терапию, не доводя ее до логического завершения. Либо в большинстве случаев, что, к сожалению, большому нашему врачи пользуются транквилизаторами, что имеет свои негативные последствия. В том числе мы также с вами говорим о собственной стигме среди самих врачей. И, безусловно, пока на данный момент все еще и актуальна такая позиция, как недостаточность, недостаточная доступность психиатрической помощи в нашей стране. Для пациентов в том числе все похожие проблемы имеются. Конечно же, на первом месте будет стоять стигма. Во втором случае мы с вами будем говорить о том, что он будет отказываться от лечения антидепрессантами, не понимая, не осознавая, что у него может быть депрессивное, аффективное отклонение. И, конечно же, культуральное предубеждение. И также наши пациенты, не будучи достаточно осведомленными, также отдают предпочтение препаратам сидирующего круга из ряда транквилизаторов. Но если реально посмотреть на картину, ту, которая имеется в плане распространенности депрессивных состояний, вы увидите, что эти цифры при прицельном обследовании уже в стационаре, а тем более в специализированной сети, достигают огромных цифр, огромных уровней. Этот слайд вы сегодня уже видели. Хотелось бы акцентировать ваше внимание на то, что распределение депрессивных состояний среди разных медицинских дисциплин происходит неравномерно. Соответственно, это зависит от множества факторов, в том числе от контингента пациентов, которые тропны к тем или иным соматическим заболеваниям, от их конституционального предрасположения, в том числе от того, какие личности скапливаются в той или иной медицинской дисциплине и так далее. Но вы видите, что эти цифры очень велики, и кардиология, наряду с неврологией, которая здесь не указана ввиду особенностей, они идут в одном ряду. Мы дальше будем все это подробнее разбирать, почему это настолько актуально. Вы можете увидеть еще и на этом слайде. Здесь мы с вами как раз встречаемся с тем самым промежуточным диагностическим проблематичным моментом, когда мы видим, что среди симптомов, вернее, жалоб, которые предъявляют пациенты врачам-соматологам, похожим на депрессивные состояния, видим, что реально физиологические нарушения вот этих неспецифических симптомов составляют минимум. Все остальное — это функциональные нарушения, они неспецифичные, они носят в том числе психовегетативный характер, о котором говорил Валерий Николаевич Краснов, профессор. И здесь мы с вами ведем речь о так называемой контаминации, загрязнении критериев диагностики, которые, в свою очередь, позволяют нам, психиатрам, испытывать затруднения во время диагностики депрессивных состояний у пациентов с имеющимися соматическими заболеваниями. То же самое мы можем сказать и про врачей-соматологов, которые прежде всего ввиду неспецифичности, но, так сказать, телесности этих симптомов будут пускать по ипохондрическому кругу наших пациентов, которым уже давным-давно нужно назначать антидепрессанты. Как еще отражается депрессия на жизнь человека? Безусловно, это не только системный соматический вклад, но и социокультуральный, социоактивный, можно так сказать. Ну, конечно же, депрессия усугубляет само соматическое заболевание по тем системным механизмам, которые мы сегодня рассматривали, биохимические, психовегетативные, психоэндокринные, иммунологические. Осложняет лечение соматического заболевания, в том числе и за счет снижения комплайенса пациента с врачом-соматологом, который его лечит от основного заболевания из-за сниженного аффекта. Также снижается уровень участия пациента в лечебных мероприятиях, увеличивается либо длительность пребывания в соматическом стационаре, либо повышается частота обращаемости в амбулаторную сеть соматического профиля. Депрессия, безусловно, влияет на степень работоспособности, отражается на уровне смертности ввиду амальгамирования и усложнения как депрессивных, так и соматических процессов в организме и повышает риск самоубийства. Есть особый термин, хотелось бы мне его вам озвучить. Есть понятие фармакотемии, его изобрел Шандер Радо. Он говорил о том, что зависимость от психоактивных веществ может зашоривать депрессивную симптоматику и тем самым повышать уровень токсичных веществ в организме и плюс усиливая фоново само соматическое заболевание, порождать так называемую относительно летальную комбинацию. Если говорить о том, как классифицируется депрессия в общей медицине, для чего вообще это нужно делать? А для того, чтобы максимально прицельно назначать антидепрессивную терапию и худо-бедно на том уровне знаний, который мы имеем, определять эти опыто-генетические механизмы. Итак, мы знаем, что в МКБ-10 идет наше известное распределение по вариантам течения депрессии, по степени тяжести. Мы прекрасно знаем нозологическую классификацию депрессивных расстройств, которую также можно применить, экстраполировать на психосоматическую клинику, где мы встречаем депрессии. Также актуальна синдромальная типология депрессии, когда по ведущему симптому ставится название синдрома и, соответственно, препаратом выбора будет тот или иной препарат, который обладает актуальным каким-то действием. Вашему вниманию наша кафедра имеет цель преподнести ритмологическую систематику клиническую, которая была разработана под руководством Анатолия Бориславовича Смулевича еще в 2010 году. Она имеет в своей основе так называемую ритмологическую модель, где на верхнем полюсе песочных часов вы видите преобладающий осциллятор, то есть пейсмейкер, задающий ритм соматическое заболевание, когда сома рождает депрессию. В середине мы с вами видим переходные формы, когда мы видим смесь эндогенных и соматогенных состояний в плане депрессивных расстройств, а внизу мы видим вот те самые истинно коморбидные состояния, когда мы видим перекрест эндогенных депрессивных аффективных состояний с истинно соматическими заболеваниями. Прежде всего, мы с вами поговорим о соматогенных симптоматических депрессиях, где по механизмам биохимическим и иммунологическим, в том числе психофизиологическим, депрессия возникает за счет самого соматического заболевания. Здесь особенностью будет то, что пациенты будут транслировать так называемую негативную аффективность. Пациент не будет жаловаться вам на тоску, тревогу, он скорее будет апатичен, отвернется к стене, не будет участвовать в медицинских реабилитационных мероприятиях, и, собственно, либо будет транслировать вам тревожно-дисфорический аффект. Если мы будем говорить о следующем этапе, о следующей форме депрессии, которую мы можем встретить в общей медицине, это нозогенные депрессии. Нозоз в данном случае это семантика заболевания, то есть это реактивные депрессии, которые пациент дает в результате известия о том, чем он болен. Это реакция на семантику. Среди нозогенных депрессий, протекающих по классическому виду, как мы знаем с вами, выглядят реактивные депрессии, мы можем наблюдать тревожные истероконверсионные депрессивные симптомы. Нозогенные депрессии с преобладанием сомато-вегетативной симптоматики, они же могут относиться к маскированным депрессиям, либо астенические депрессии в рамках таких нозогенных реактивных депрессий. К нозогенным депрессиям также относятся острые реакции деморализации, когда, например, после инфаркта миокарда в состоянии полной депривации и неизвестности, что происходит с человеком, пациент может дать острую психогенную реакцию на то, что с ним происходит. А также известны назогенные дистемии, которые длятся дольше двух лет, они имеют под собой обязательный стрессовый фактор в виде хронического соматического тягостного заболевания, который поддерживает, собственно, на ходу это депрессивное назогенное состояние. Ну вот, что объединяет соматогенные и назогенные депрессии. Они подчинены заимствованному ритму у соматического заболевания и демонстрируют психосоматический параллелизм. То есть, когда ухудшается основное соматическое заболевание, усиливается и симптоматика депрессии, либо она возникает параллельно. Следующий вариант депрессии, вкратце, соматореактивная дистемия. Это переходная форма, которая формируется по механизму соматогенной провокации, дебютирует остро по типу экзистенциального криза, перенимает стереотип течения хронической тревожной и похондрической депрессии и также ухудшается параллельно соматическому заболеванию. Есть понятие, всем нам известно, об эндогеноморфных депрессиях. Они здесь в психосоматике также встречаются, когда либо соматический фактор, либо назогенный могут стимулировать возникновение депрессивного состояния, которое потом может приобретать эндогенные черты. И, собственно, коморбидные эндогенные депрессии, которые ничего не отличают по своему описанию, которое у нас имеется в головах в плане меланхолических депрессий с классическим витальным симптомокомплексом, который становится уже осциллятором, пейсмекером, провокатором, грубо говоря, ухудшения соматического заболевания. Обязательно несколько слов о маскированных депрессиях. Это те самые психовегетативные, депрессивные состояния, которые чаще всего встречаются в амбулаторной сети, в поликлиниках, у неврологов, когда пациенты с различными алгиями, с телесными сенсациями, всевозможными неспецифическими симптомами на первом плане своих жалоб приходят к нашим коллегам. Ну, как вы понимаете, они могут быть в виде нарушений психопатологических, в виде психопатохарактерологических расстройств, когда пациенты становятся раздражительны, вспыльчивы. Могут быть в виде нарушений биологического ритма, нарушений сна, также в виде алгических расстройств. Ну вот вы видите на этом слайде, что большинство из наших пациентов, которые могут быть лечены адекватно антидепрессивной терапией, комплексной терапией в том числе, попадают к нашим коллегам-соматологам и лечатся недостаточно. И, конечно же, нельзя обойти такую категорию, как ятрогенные депрессии, это внеонозологическая категория, да, они могут быть как психогенное расстройство, когда приходится активно работать, эту лекцию мы часто читаем врачам-соматологам, обязательно говорим им о том, что пациенты остро и ярко реагируют на неаккуратно сказанное слово, и, собственно, мы учим врачей обращать внимание на конституциональные особенности сидящего перед ним пациента. А также ятрогенные депрессии могут быть медикаментозно спровоцированы в виде поддействия психотропных препаратов, как мы знаем, например, нейролептические депрессии, и самототропные препараты. Итак, переходя к оказанию медицинской помощи при депрессиях, ну, конечно же, максимально оптимальной видится модель взаимодействия прикрепления. Смею догадываться, что то, о чем говорил Георгий Петрович Костюк, это нечто среднее, наверное, между этим, но сами психиатры очень ревностно относятся к своей вотчине. Мы это все прекрасно знаем, и, конечно же, мы стремимся к тому, чтобы осведомить коллег-соматологов, чтобы мы друг к другу направляли по степени актуальности соматического либо психического состояния пациента друг к другу. В чем заключается рациональная терапия депрессии в общем медицине? Если за такую депрессию берется врач-соматолог, то прежде всего, конечно же, важно понимать, что это должен быть невротический уровень депрессии, он должен быть коморбидный с соматическим заболеванием, то есть он еще свою патологию лечит, и желательно, чтобы он осуществлял терапию при консультации психиатра. Итак, очень важно понимать, что в соматической медицине велик риск прерывания лечения антидепрессантами. Врачи назначают в режиме 2 недели, месяц, максимум 2 месяца. Потом мы все знаем прекрасно, что это недостаточный курс антидепрессивной терапии, потому что если мы не достигаем рецидива, депрессия остается невылеченной, повышается риск обострения рецидива, высокий риск хранификации, сокращаются интервалы между эпизодами, стойко снижается уровень социальной и трудовой адаптации, а также повышается суицидальный риск. Помним, что мы при этом говорим не просто о депрессиях, а о сочетании депрессии с соматическим заболеванием. Если раньше врачи-психиатры для того, чтобы определить пределы своей назначаемой терапии, ориентировались на критерии ремиссии, а прежде всего на отсутствие именно аффективной патологии, то современная психиатрия идет в сторону разработки таких критериев, как функциональное выздоровление, именно от слова функция, то есть пациент полностью вовлечен в свою жизнь ad integrum, то есть до своего начала, как и было до болезни. И сейчас, в последнее время, мы еще говорим о когнитивной ремиссии, потому что как системное состояние депрессия очень часто вовлекает когнитивную сферу, которая является одной из вех снижения продуктивности пациента в социуме и в среде. Итак, если говорить о выборе препаратов, то, конечно же, мы знаем классификацию депрессии по типу воздействия, стимулирующие, сбалансированного действия антидепрессанты, седатики. Ваше внимание я хотела бы обратить на новый препарат вортиоксетин, который, как показывает клиническая практика и множество исследований, может быть применен при всем спектре депрессии классифицируемых по этому синдромальному типу. Смысл в том, что вортиоксетин обладает мультимодальным действием и наряду с повышением уровня серотонина за счет блокирования отрицательной обратной связи повышает уровень глутамата, норадреналина, дофамина, ацетилхолина и гистамина. Если говорить о блокировании отрицательной обратной связи, именно ацетилхолина, то именно по такому механизму у препарата будет достигнут уникальный эффект прокогнитивный. Об этом чуть позже. Итак, представим себе практикующего врача-соматолога, который хочет назнать брентеликс. У него в голове есть представление о том, что препарат должен быть безопасным. Желательно, чтобы он начал быстро действовать, иначе пациент откажется не только от антидепрессивной терапии, но и от самототропной, вообще к нему больше не придет. Мы здесь видим, что брентеликс начинает действовать очень быстро, уже на первой неделе своего применения. Если мы будем говорить в том числе и о применении препарата вортиоксетина при разных степенях тяжести депрессии, то он показывает свою, доказывает, продолжает доказывать свою эффективность и при тяжелых депрессиях. Более того, как правило, максимально тягостными являются тревожно-тоскливые депрессии. Мы видим, что вортиоксетин обладает свою актуальность и здесь. Продолжим экскурс в практику врача-соматолога. Для него будет очень актуально, чтобы пациент мог принимать препарат, будучи в возрасте. Мы видим, что препарат актуален и для пациентов старше 65 лет. А вот слайд, который я вам хотела показать, где отражено, что вортиоксетин улучшает когнитивные функции при большом депрессивном расстройстве. Это же также можно экстраполировать на депрессивные состояния в общей медицине. Прежде всего, улучшается внимание и сосредоточение, также планирование и организация, и разные параметры касательно памяти. Если вы знаете, что существует ряд прокогнитивных антидепрессантов, к ним относятся и флавоксамин, и долоксетин. По своей интенсивности антидепрессивного действия вортиоксетин сравнивался с долоксетином, вы видите, что вортиоксетин обладает преимуществом. Вот тот самый слайд, в котором можно размышлять о возможности продолжительной терапии, поддерживающей терапии, антирецидивной терапии, антидепрессантам. Вы видите, что вортиоксетин хорошо переносится и снижает депрессию до уровня ремиссии, и поскольку вы дальше увидите, что он безопасен, его можно продолжительно принимать в течение пары лет. Что же касается нежелательных явлений. Одним из самых частых является тошнота. Это то, о чем свидетельствуют и наблюдения, клинические исследования, и собственная практика. Есть особенность небольшая. У вортиоксетина нет привязки к времени суток для приема его внутрь. И более того, нет привязки к приему пищи. И если было обнаружено, что если его принять на ночь, то время, когда обычно возникает тошнота после приема, она, грубо говоря, проходит для пациента во время сна. Вот такая клиническая практическая рекомендация. Продолжим по поводу соматической практики. Вы видите, что по данным ряда исследований вортиоксетин не оказывает значимого влияния на фармакокинетику аспирина и варфарина, что очень немаловажно для пациентов-сердечников, как мы их называем. Более того, что особо стоит подчеркнуть, я уже завершаю свой доклад, брентеликса обладает малым потенциалом к интеракциям. Более того, вы видите, что он вообще не взаимодействует с изоферментами печени и не вовлекается тохром P450, что, соответственно, означает, что мы можем более-менее безопасно и спокойно сочетать его с другими препаратами соматического круга, либо, если говорить о чисто психиатрической практике, сочетание брентеликса не будет противоречить вовлечению иных препаратов в нашу терапевтическую схему. Есть многочисленные результаты о том, что препарат не влияет на вес, что субъективно важно для пациента, а объективно важно для врача, который понимает все следствия повышения веса либо метаболического синдрома, который, нам известно, возникает при ряде препаратов. И еще несколько, пара слайдов буквально последних, что в отношении сонливости и дневной активности. Брентеликс не вызывает сонливости и не приводит к нарушениям сна. И еще по ряду исследований также не отражается на степени активности и внимания во время вождения автомобильным средством. Также он не отражается на сексуальной сфере и не вызывает симптомов отмены, что очень приветствуется в соматической среде, когда пациенты, как правило, любят заниматься самодеятельностью, либо врач-соматолог решает отменить тот или иной препарат. Я благодарю вас за внимание.